Это программа тема дня и с вами я, Сергей Рогозин. Ну что ж, давайте мы сегодня поговорим об очень важном направлении жизни обеспечения большого количества граждан. И сфера обслуживания многоквартирных домов, в которых проживает нульвинная доля наших соотечественников. Что же сегодня в этой сфере происходит в условиях пандемии коронавируса? Действительно всем непросто. Звучат такие многозначащие призывы, все вместе мы сможем преодолеть. И насколько мы все вместе в этой ситуации, как нам это удается, мы попробуем разобраться с помощью наших уважаемых экспертов. Итак, Кириченко Ольга Леонидовна, член Общественной палаты Тверской области. Евгений Михайлович Иванов, юрист в сфере жилищно-коммунальных услуг, эксперт Общественной палаты Тверской области. Денис Николаевич Пентюков, руководитель Ассоциации управляющих организаций в жилищной сфере ДОМ. Еще раз день добрый, друзья мои. Итак, друзья, скажите, что же происходит в этой действительно серьезной, важной сфере жизнеобеспечения многоквартирных домов? Ольга Леонидовна, вот все вместе, насколько мы все вместе, как у нас это получается, какие перспективы, какие трудности? Добрый день всем еще раз. Я хочу сказать, что инициатором эфира, в общем-то, и была я обращение, потому что с помощью коллег, с помощью обращений граждан в Общественную палату Тверской области, учитывая ту ситуацию, что сейчас происходит, понимание вообще сферы управления многоквартирными домами. Мы между собой обсуждаем, но, тем не менее, пора уже все это выносить на публичное обсуждение. И в понимании, эта сфера сегодня действительно где, какое взаимодействие органов власти сферы, я имею в виду вот как раз ту ситуацию, которая сейчас происходит. И сегодня, наверное, мы начнем разговор. Надеюсь, что он будет не один, у нас еще будет несколько эфиров, да, потому что, ну, это действительно касается практически каждого, кто проживает в многоквартирных домах. Сейчас это вопрос, очень острый вопрос, это обработки мест общего пользования, да, где у нас находятся управляющие компании ТСЖ и ЖСК, какие проблемы, как они решаются, кто помогает, кто не помогает. Поэтому давайте сейчас уже озвучивать все эти вопросы абсолютно, скажем так, откровенно, не стесняясь, потому что вот и эта сама ситуация, она как лакмусовая бумажка, много чего проявилось. Ну, конечно, насколько мы сегодня готовы, насколько мы объединены, насколько оперативно способны реагировать, как ощущаются партнерские отношения. Вот сейчас, допустим, интернет действительно полон вот такими претензиями к управляющим компаниям, где как бы сфотографировались пришедшие люди там на где-то лестничной площадке и удалились. А вот что реально-то происходит, за чей счет, так сказать, банкет, кто оплачивает эту услугу, согласовано ли это с жителями, насколько это эффективно, как здесь происходит взаимодействие с органами власти, жилищной инспекцией и со всеми. Потому что вот важно, и это действительно абсолютно правильно, об этом нам говорят наши руководители, о том, что вместе сообща, мобилизуя весь наш общественный ресурс, весь ресурс всей страны на местах, мы сможем преодолеть эту страшную эпидемию и выйти из нее с наименьшими потерями. Ну, а все-таки, что же реально происходит? Как убираются эти места? Кто это оплачивает? Вот давайте мы более детально. Но я хочу вам все-таки задать еще один вопрос, для того, чтобы немножко разрядить обстановку. У нас, смотрите, день пионерии 19 мая, если я не ошибаюсь. Вы сегодня в пионерском галстуке. С чем это связано? Да, спасибо огромное. Ой, сегодня ровно 50 лет, как меня приняли в пионеры. Причем это было на Красной площади, у Мавзолея. Я очень горжусь своей историей, что я жила в то время. Это история моей личной, моей семьи, моих родителей. Можно по-всякому к этому относиться. Сколько людей, столько и мнений. Но тем не менее. И вот даже сейчас, если переходить на эту ситуацию, тоже, наверное, когда-то станет историей этой ситуации. Тоже будет различная оценка, различное мнение. И правильно, еще раз, может быть, повторяюсь, вместе. Так вот, перехожу уже к делу. Вот буквально 9 апреля у нас было очень замечательное совещание в Государственной жилищной инспекции, где присутствовал руководитель департамента ЖКХ администрации Твери. Заместитель главы администрации Твери. Ряд нескольких управляющих компаний. Невозможно было тогда собрать достаточно большое сообщество, но в силу вот этих определенных причин. И там мы тоже поднимали, обсуждали эти вопросы. В части. Первое. В каком режиме нужно выполнять вот эти, сейчас коллеги скажут на эту тему, да, санитарную оборону, дальше, а где все это взять? Потому что из всех тогда из нас присутствующих только один был, в общем-то, с защитным индивидуальным средством. И так далее, и так далее. И встал очень серьезный вопрос, что управляющие компании, организации, ТСЖ, ЖСК, управляющие компании, повторяюсь, на тот момент, значит, нам предоставили списки лиц, которые по состоянию, там вот сейчас точно не могу, на определенное число, прибыли из-за зарубежных стран. Вопрос. С каким режимом, как активно информируются управляющие организации о таких гражданах? То есть где непосредственно нужно усилить, так сказать, качество вот этого оборудования? Я вот о чем хочу сказать. Опять о том, что совместно. Вот это постоянно просто витает, да. Я не поленилась эти списки, даже и попросили там коллеги. Я их сканировала и в рассылку отправила управляющим компаниям города Твери. Где-то, наверное, три звонка было от управляющих организаций Завожского района. Один звонок был из Центрального района. Вот, честное слово, было ровно сказано так. Ольга Леонидовна, если бы вот вы не прислали вот эту информацию, мы даже понятия не имели. Существует проблема эта на сегодняшний день? Существует. Если позволите, я буквально включусь. Ну, во-первых, хочется сказать вот о чем. С первого выступления президента страны, когда он обращался к народу, да, все управляющие компании, управляющие организации ТСН, ТСН, ТСЖ, мы работаем в обычном графике с небольшими ограничениями. Ну, ограничения по приему жителей, там, может быть, у кого-то по паспортным столам, по выдаче каких-то дополнительных справок. Все, аварийное обслуживание, полностью уборка многоквартирных домов, уборка придомовой территории выполняется в обычном графике. После этого поступили ряд распоряжений и разъяснений в связи с мерами борьбы по нераспространению вирусной инфекции, какие мероприятия мы должны производить. В большинстве своем, хочется сказать, все управляющие компании стали это производить. Это обработка подъездов, дверных ручек, в том числе детских площадок. Поэтому до сих пор ходит много вопросов по обработке детских площадок. Правильно мы их обрабатываем, неправильно. Кто-то обрабатывает, кто-то нет. Мы произвели полностью ограждение этих детских площадок. Но вы правильно говорите, возникают сейчас вопросы. Во-первых, хочется что сказать. Самый первый главный вопрос, когда нам говорят, мы вместе, мы-то точно вместе. На наш взгляд, нам и раньше так это представлялось, и сейчас мы это прекрасно понимаем, что, как нам кажется, власть нас слышит. Мы очень хотим, что сейчас, когда все это обнажилось, и все на острие борьбы с этой проблемой, мы хотим, чтобы нас расслышали. Вот, например, сейчас затронули вопрос по дезинфицирующим средствам и средствам индивидуальной защиты. Мы писали и обращались в различные государственные инстанции, да, с просьбой, ну, может быть, какое-то целевое приобретение для всех управляющих организаций. Сейчас два вопроса. Их не найти. Второе. Мы их приобретаем в три дорога. Мы это делаем не только для какой-то отчетности перед государственными структурами, мы делаем для того, чтобы обезопасить своих жителей. Большое количество жителей сейчас находится на самоизоляции. Нужно не забывать, что в управляющих компаниях не только в их обязанности входит уборка и обработка этих территорий, но и других вопросов. Мы рвемся на короткую паузу. Друзья, оставайтесь с нами. Буквально через пару минут мы вернемся в студию. И у нас еще есть телефонный звонок. Алло. Да, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему не дезинфицируются подъезды, если идет такой страшный коронавирус? Какие подъезды, уточните, пожалуйста. Адрес уточните ваш. Бульвар Шмидта, 49, корпус 1. Да, я думаю, что у нас участники зафиксируют ваш сигнал и примут по этому поводу меру. А сейчас мы, как я уже сказал, уходим на короткую паузу. Оставайтесь с нами. Через пару минут мы вернемся в студию. Ну что ж, мы возвращаемся к обсуждению нашей заявленной темы. А вот за чей счет, скажем так, происходит это? Есть ли согласование вот этой уборки с жителями? То есть, есть ли какие-то централизованные подходы? Как все это выглядит? Как механизм? Для того, чтобы вообще говорить про дезинфекцию, надо вообще затронуть правовой аспект. Что это такое и где это указано? И что должна делать управляющая организация? У нас на сегодняшний день мы связаны с жителями постановлением правительства в виде минимального перечня услуг, которые мы оказываем на общем имущественных квартирных домов, и договором управления, который у нас заключен собственниками помещений. Ни минимальный перечень, ни договора управления, ну, в том виде, в каком они сейчас есть, не предусматривает ту ежедневную дезинфекцию, которую нам сейчас рекомендуют производить органы государственной жилищной инспекции и органы местного самоуправления. Опять же, говорю про то, что рекомендуют. Потому что изначально мы это видели только в форме рекомендаций. И Роспотребнадзора, и ГЖИ, и районных администраций. Сейчас, в настоящий момент, возвращаясь к правому аспекту, мы начали получать предостережение от органов прокуратуры и, опять же, и органов местного самоуправления о недопустимости нарушения закона. Мы не нарушаем закон, потому что, в принципе, в законе нет этой обязанности. Но я обращаю внимание на то, что профессиональные участники этого рынка, управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, не отказываются это делать. Вопрос, вот, опять же, финансирования. Очень было неприятно услышать от, опять же, некоторых органов местного самоуправления, то, что мы якобы сэкономили зимой на уборке снега. Ну, что вы тут говорите, да, про финансирование. Обсуждение мне сигнализирует, что у нас очередной звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот я хочу рассказать вам историю, как наша компания, застава, борется с коронавирусом, вместо того, чтобы обрабатывать подъезды, хоть как-то, я не говорю, вот, да, действительно, может, не хватать средств, может, дезинфицирующих средств, но они нам устроили теперь ремонт в подъездах. Это как называется? У нас теперь развери грязь, и так была антисанитария. А сейчас вся эта побелка, все, кто это будет убирать, и кто вообще разрешил это сейчас, именно сейчас сделать? Когда я стала с ними разговаривать, я говорю, ну, неужели вы не могли на лето перенести? А мы летом работаем на улице. Что значит, мы работаем на улице? А сейчас мы в грязи. Девятиэтажный дом. Это как называется? Хорошо, спасибо, мы вас услышали. Спасибо. Ну, и так, все-таки, как же... Ну, вот, начали делать ремонт. Вот, Евгений Михайлович, скажите. Мы на чем остановились на ремонте сейчас? Мы сейчас говорим о том, что все-таки, какие способы финансирования, потому что вот эту услугу, которую вы оказываете по дезинфекции, каким образом она оплачивается? Как ее... Естественно, управляющая организация работает строго на те деньги, которые мы получаем собственников помещений. Да, вот вопрос оплаты, мы его еще сегодня, наверное, затронем. А есть ли какие-то, может быть, у управляющих компаний резервные фонды, вот как там, или еще что-то? Нет. Или это четко расписанная оплата тех услуг, которые согласованы на общих собраниях с... По тарифу по этому... Да, да, мы работаем четко в рамках тарифов. То есть, подушки у вас никакой для этих... Вы знаете, как правило, подушка... Здесь отдышка в лице неплательщиков. Да, подушка безопасности у нас есть в виде дебютовской задолженности, как правило. Это те деньги, которые мы изыскиваем с неплательщиков. Но, опять же, мы работаем строго в плане работ. Если, как нам говорят некоторые органы власти, вы сэкономили зимой на снеге, ну, хорошо, мы в этом году сэкономили, в прошлом году не сэкономили. У нас Мубжек в городе тоже, наверное, сэкономил на уборке снега, вернее, городская администрация. Но я сомневаюсь, что Мубжек сейчас производит дезинфекцию улиц за бесплатно. Естественно, это все оплачивается. Но пока мы никаких разъяснений ни от государственной жилищной инспекции, ни от органов прокуратуры не увидели. То есть, пока вы видите, взаимодействия недостаточно? Мы сейчас видим, что от нас требует производить уборку, вернее, не уборку, а дезинфекцию, которую мы производим. Отчитываемся ежедневно в нескольком организации. Это районная администрация, департамент ЖКХ, государственная жилищная инспекция, иногда прокуратура. В одни и те же фотографии, акты, видеозаписи мы направляем о произведении дезинфекции. Но, по крайней мере, никакого вменяемого разъяснения относительно того, за чей счет производится дезинфекция, мы пока не получили. Позвольте я добавлю, мы производим закупку, выделение дополнительных средств на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфекции с первой строки. Это сослуживание многоквартирного дома на сегодняшний момент. Например, члены ассоциации сейчас ведут учет тех трат, которые происходят. Я хочу точно сейчас успокоить всех жителей абсолютно. Никаких дополнительных начислений на жителей в связи с приобретением этих средств и исполнением дополнительных обязанностей не будет точно. Вот это очень важно. Евгений сказал, что сейчас мы не полностью видим разъяснения со стороны контролирующих органов департамента ЖКХ, ГЖИ. Но, с другой стороны, мы сейчас пишем письма и обращаемся с разъяснениями. Я уверен, что в ближайшее время эти разъяснения у нас появятся, потому что те же самые инспектора Государственной жилищной инспекции и инспектора департамента, они реально выходят на дома, все это контролируют. Они понимают, что сейчас происходит в этой части обработки среди управляющих компаний и ТСЖ. То есть, эта работа ведется. Другой вопрос, что когда мы говорим о какой-то финансовой подушке, ее нет грандиозной ни у кого этой финансовой подушки. И не грандиозной, кстати говоря, тоже. Но сейчас управляющие компании, добросовестно управляющие компании, они честно на себя взяли эту обязанность по приобретению и по проведению этих работ. Вот сейчас это честно. Это наше такое мнение в ассоциации, мы его разделяем. Слава Богу, что большинство управляющих компаний считают именно так же. Сегодня действительно времена такие, которые подталкивают нас к тому, чтобы не на словах, а на деле мы продемонстрировали свою общность. И не просто там, скажем, указующим перстом как-то, да, вот, скажем, направляли. А понимали, что только объединив усилия, понимая, входя в положение друг друга, можно добиться каких-то результатов. Я еще сейчас, Сергей Николаевич, добавлю вот то, что говорил Евгений. На том совещании 9 апреля, почему, может быть, неоднократно буду туда возвращаться, потому что там действительно вот основные аспекты, в общем-то, обсуждались. И в части опять предоставление отчетов. И там как раз и говорили, вот, Ольга Сергеевна была как раз как руководитель управляющей компании, как член ассоциации, она выражала, естественно, мнение профессионального сообщества. Определитесь, ведь мы одну и ту же информацию, то есть, да, отправляем вот в эти 5, там, куда-то там инстанции. Ну, 4, да. Ну, 4. Ну, все в границах одного города. Ну, то есть минимально бюрократизировать эти процедуры, да? Да, потому что если сейчас управляющая организация взяла на себя вот эту нагрузку, ну, по-другому никак не скажешь. И временную, и ресурсную. Ведь еще есть один аспект, о котором надо говорить, и мы говорили. А скажите, пожалуйста, уважаемые коллеги, а ведь есть у нас факты такие, когда собственные ресурсы, дворники, и в большей степени уборщицы, уборщики подъездов, есть такие случаи, когда просто отказываются, отказались, уволились, потому что они в большинстве, в своем случае, пенсионеры, дышать всеми этими, так сказать, средствами химическими. Кто-то и не хочет, это его право. Это опять возникает ситуация. Именно управляющая компания сейчас пытается эти вопросы решить. А как взаимодействие с санэпидемстанцией происходит? Ну, тогда освободите их, пусть они куда-то, определитесь, пожалуйста. Вот считайте, как официально еще раз обречить, определитесь, в одну инстанцию отправляйте, дальше кому вам надо контролировать, берите оттуда информацию, хоть каждый день, хоть каждый час. Про что? Про санэпидемстанцию? Про санэпидемстанцию, как вы взаимодействуете с ней? Тоже вот я общалась с руководителями, больше, может быть, степени даже и ТСЖ, и ЖСК, как-то, может быть, и почаще с ними получается общаться. Ну, вот я сегодня решила позвонить в федеральное государственное унитарное предприятие Центра дезинфекции в Тверской области, Дарвина, 15. Спросила, у меня есть потребность, либо с вами можно как-то на договорных отношениях, чтобы вы обработали, например, что, подъезд? Ну, в общем-то, не до вас, нам сейчас не до подъездов. Хорошо, тогда, может быть, я, как председатель ТСЖ, значит, тогда, может быть, можно приобрести? Да, средства у нас есть, они очень быстро, скажем так, расходуются. Но хотя бы ценовая какая политика-то? Ну, вот я так поняла, что мне там много-много называли, я не химик, не специалист, но, тем не менее, я понимаю, что это средства, которые еще нужно разбавлять, чтобы доводить там их, скажем, до вот этих свойств. То есть это концентрат? Это как концентрат, да. Ну, вот один литр 1200, пять литров там от шести с лишним тысяч рублей. Ну, так мы сейчас и приобретаем за такие же точно деньги. Ну, вот, а теперь вот эта арифметика у нас с вами появляется. Я не хочу, как бы, там, что-то обвинять, там, что-то еще там, скажем так, в этом плане указывать. Но, на мой взгляд, это государственное предприятие. И мы тогда тоже на том совещании озвучивали эту мысль. Может быть, все-таки, если у нас даже некоторый бизнес, а уж я коснулась сейчас этого вопроса непосредственно, да, они сейчас, особенно это касается пунктов питания, они социальную цену организовали для того, чтобы хоть как-то там остаться на плаву, они хоть что-то вот это предпринимают. А можно социальную схему, а можно как-то помогать управляющим организациям дезинфицировать. А в перечне или по поддержке? Вот как раз управляющая компания ходила? Нет, пока не в перечне. Значит, вопрос вот в чем. Значит, мы составили запросы, отправили их в различные инстанции, губернатору Тверской области, в Минэк области, в наши региональные министерства, ЖКХ, и предложили конкретные семь предложений, каким образом сейчас можно помочь управляющим компаниям. Потому что мы прекрасно понимаем, мы сейчас делаем срезы в ряде управляющих компаний по потере недохода. Мы не говорим сейчас ни о каком доходе, мы говорим о выручке. Выручка управляющих компаний с 1 по 22 апреля сократилась с 7 до 21 процента. На наш взгляд, прямого ущерба в этом месяце нет. Но что хуже, мы начнем получать возможные проблемы в мае, в июне. Мы хотим, чтобы власть знала о том, что у нас эти проблемы отсрочены, и они возможны. То есть, вот нас, как средство массовой информации, задача следующая. Все-таки побеспокоиться, в первую очередь, вы меня извините, не об управляющих компаниях, а о людях, о гражданах. Но здесь связь прямая, как мы видим. Потому что корреляция существует самая действительно прямая, без каких-либо условий. Поэтому очень важно нам понимание. Вот люди сегодня, сигнализирующиеся о каких-то своих претензиях, конечно, они, в свою очередь, правы. Потому что они сегодня в непростых условиях рассчитывают на оперативный отклик органов власти. А управляющие компании, они попадают, скажем, в этот перечень. Потому что люди, конечно же, считают, что это тоже определенные структуры, которые занимаются их жизнеобеспечением. Они правы, они платят за это деньги. Но сегодня возникает дополнительная нагрузка на управляющие компании. И вот сегодня очень важен вот такой слаженный механизм работы со всеми органами власти, чтобы действительно вот указующий перст не превращался только вот в такое однофункциональное орудие, а одновременно контролируя, и оказывалось и информационное, и другие виды помощи и поддержки, которые ощущали бы люди после того, как, скажем, вот такое взаимодействие будет отлажено с управляющими компаниями. Сергей Николаевич, вернемся к тому, с чего начинали. Сфера деятельности. Обратите внимание на то, что это среди других видов экономической деятельности есть деятельность по управлению многоквартирными домами. Целая отрасль. Глобальная проблема. Большая отрасль. Но самое важное, что задействовало очень много людей, заинтересованных в них, потому что жители многоквартирных домов. Все правильно. Так вот вопрос. У нас ничего не делают. То есть мы сейчас вокруг этой ситуации. У нас ничего не делают. Опять возвращаемся к тому, что у нас мнение, ничего не делают, а вот даже ремонт начали делать, и то что-то не так. Не делают ремонт, тоже плохо. Так я к чему говорю? Контроль. Вот жители у нас ничего не делают, не обрабатывают. Хорошо, захожу я в свой подъезд. Пахнет. Были. А бывают какие ситуации? Вот мы сейчас только что обсуждали, когда перерывы. Бывает, что человек, он не видит. Он говорит, я не видел, и все. Сейчас, наступая понимая, отлаживаются механизмы. Как вот это все контролирует? Денис Николаевич уже сказал, что и с органами ГЖИ возникают механизмы взаимодействия. Абсолютно. То есть актирование тех мероприятий, которые... Контроля, да, над предметом. Тогда тут не возникает уже разногласий. И, ну, действительно, может быть, кто-то видел, кто-то не видел, кто-то считает, что... Вы знаете, здесь немножко в другой вопрос. Здесь, знаете, вот на мой взгляд, не бюрократической отчетности проставления галочек, а важен эффект, чтобы и люди верили и ощущали, что о них заботятся, что их не бросили. Потому что главная наша с вами задача и ценность страны – это наш... Народ, житель. Народ. Его личность и собственные. А многие сейчас управляющие компании у нас занимаются фото-видеофиксацией. Кому нужна эта фото-видеофиксация? Нам важно, чтобы было произведено... То есть какие-то механизмы более такие адекватные, несмотря на то, что условия... И фото-видеофиксация сейчас везде стоит камера, по камерам можно отследить, происходит обработка или не происходит. Там, где стоит. Ну, вот как инструмент, мне понравился этот вариант сотрудниками ГЖИ, которые актируют выполнение мероприятий на крупных жилых комплексах. Ну, то есть это вот... Кстати, более того говоря, у нас... Пармин ЖКХ работает, работает, не ушли на самоизоляцию ГЖИ, работает, работает. Но проверки же у нас отменены, ну, не отменены, мараторены проверки. То есть, соответственно, и количество людей в этих органах власти, свободных, сейчас намного больше. Так вот тут надо... Да, но там заявительный характер. Можно заявить в ГЖИ, сообщить о том, что вы будете производить работку, они вызовут своего сотрудника, он произведет актирование этих работ. Опять же, повторим, ты правильно сказал, Евгений. То есть, ведь эти работы проводятся не для актирования или не для фото-видеофиксации. Эти работы проводятся в целях нераспространения. Абсолютно. И еще раз хочу всем жителям сказать, что мы точно для вас сейчас работаем и стараемся именно для вас. И, коллеги, вот еще хотел бы все-таки прояснить, помогите разобраться, как происходит информирование управляющих компаний, ведь мы же с вами знаем, что есть лица, находящиеся на режиме самоизоляции, которые приехали из других государств. Есть те, кто контактировал с инфицированными. Есть сами инфицированные. То есть, мы понимаем, что вот в этих условиях обработка санитарная вот этих объектов должна происходить в более таком тщательном режиме. Вот как здесь происходит? Вот что, есть ли вот такой отлаженный механизм? Здесь, к сожалению, прямого информирования именно управляющих компаний, насколько я знаю, его нет. Но вот вчера мы с коллегами встречались, по ассоциации удаленно встречались. И мне показалось вот рациональное предложение тоже одного из директоров управляющих компаний. У нас и осознана интерактивная карта распространения именно заболевших по городам Тверской области. И она предложила нам, понятно, может быть, власть государства не хочет конкретизировать, в каком доме, в каком конкретно квартире, в какой конкретно квартире проживает заболевший либо инфицированный человек, но хотя бы по микрорайонам города разбить. И мы бы понимали, то есть микрорайон Южный, микрорайон Мамулино, Брусилово, Центральный район. И мы бы понимали приблизительно, где больше нужно сосредоточить своих усилий. Да, если, например, вот в области сейчас это видно, где, скорее всего, власть акцентирует свое внимание, где больше мероприятий на борьбу с коронавирусом происходят, так и здесь, в городе, это можно, наверное, было бы сделать. Мы этот вопрос только вчера начали обсуждать, к сожалению, но надеемся, что в ближайшее время мы тоже не будем. Ну, вы ресурс свой уже, как члена общественной палаты области, тоже здесь задействуете для того, чтобы эту процедуру, скажем так, усилить, сделать ее более действенной, да, потому что информационный обмен своевременный, это очень важно, да, потому что информирован, значит, вооружен. В этом случае, наверное, как никогда. У меня еще Сергей Николаевич, пресс-центр. Ну, почему не пресс-центр? Так я хочу сказать о том, что опять вернуться на том же совещании 9 апреля, но я больше пока никуда не ходила, не зовут, в силу определенных обстоятельств. Вот. Там тоже, вот еще раз повторяюсь, этот вопрос поднимался, вот предоставили списки, все просто вот с таким вот прямо удивлением их рассматривали, находили там свои дома. Почему я тогда и предложала, давайте я отправлю, и опять же, эта проблема как раз и была озвучена. Можно нам оперативно высылать. От кого это зависит? Мы разговаривали на тот момент с заместителем главы администрации города Твери и начальник департамента. Сейчас есть подвижки вот здесь положительные, как вы оцениваете? Ну, я вот в сегодняшнем же эфире спросила, например, у Евгения, у Дениса Николаевича. Мы не получали, но может быть мы не получали, потому что их нет, поэтому... Ну, мы будем надеяться, наверное, что все-таки... Ну, где-то ведь эти больные, я уж извиняюсь, сидят, у нас каждый день сообщают там, всяк-всяк. У нас сказали, тем более 40% это бессимптомные люди, кто просто дома изолируется. Мы думаем, что вообще важность самого мероприятия действительно очень высока. И это очень серьезно. Важно очень, чтобы все и люди... Вот сегодня, вы знаете, наш канал, в частности, поддержал инициативу общественников по поводу самоизоляции. Оставайтесь дома, мы об этом говорим. Об этом говорят все федеральные каналы. Но, действительно, в этот период возникают объективные сложности. Ведь нужно сохранить жизнеспособность самой отрасли, потому что от этого зависит жизнь огромного количества жителей многоквартирных домов. До чего там говорить, и не только многоквартирных, а это, ну, подавляющая часть населения нашей страны. Поэтому, коллеги подтвердят, что именно буквально на этой неделе, даже на той неделе, уже даже на федеральных каналах, уже активно начали говорить о том, что, может быть, повторяюсь, на отрасли следует обратить внимание и в части помощи финансовой управляющим организациям на то, что они расходуют по санитарной обработке. Общественное объединение различных регионов, собственно говоря... Ну, действительно, очень важно, потому что это серьезное направление. Серьезная тема. ...эти запросы, эти обращения. И я-то всегда с позиции, я и коллегам говорила, вот слышат того, кто говорит. Поэтому об этом надо сейчас говорить. Ситуация у нас... Что скрывать? Мы с вами обсуждали перед эфиром, и все это... Сколько у нас видов экономической деятельности, сфер деятельности сейчас включили в перечень, как пострадавших от инфекции. Региональные меры поддержки. Такие у нас есть отрасли, что возникает вопрос, каким боком они там пострадают. Мы вот здесь обсуждали, что в перечень поддержки на федеральном уровне попадали и букмекерские компании, это тоже вопрос. Ну, поэтому, конечно, хотелось бы разобраться. И вы абсолютно правы в том, что нужно своевременно сигнализировать. С информацией нужно работать, нужно слышать все. Но особое внимание, на мой взгляд, нужно, конечно же, уделять здравоохранению, жизнеобеспечению граждан нашей страны. Ну, вот как раз в сферах этих интересов находится деятельность... Мне просто коллеги, я не могу не сказать, очень просили, чтобы я обязательно это сказал. Мы благодарны всем врачам. Это бесспорно сейчас люди, которые на самом передовой, но и сотрудники жилищно-коммунальной сферы, они тоже сейчас на передовой. Это управляющие компании, товарищи собственников жилья, ТСН. И давайте не будем никого делить. Это ресурсоснабжающие организации, это их аварийные службы, которые также выезжают и устраняют все аварийные вопросы. Все, вот на мой взгляд, я никогда не видел в нашей сфере такой слаженности, как сейчас. Хотя бы в отношении друг с другом. Все трудно, все тяжело, но проблем очень много. Ну, поэтому мы и пришли о них поговорить. Но, как я недавно говорил, мы точно сдержим. Денис Викторович, очень хочется, чтобы тот оптимизм был подкреплен делами. Я также придерживаюсь такой же точки зрения. Вопрос в том, что мы еще дополнительно, наверное, с вами попытаемся обсудить и роль ресурсников, наших естественных монополий. Потому что уже, еще, скажем так, все только теплится. Вот вы сказали о подорожании, допустим, санитарных средств. Мы видим, что в магазинах продукты, так скажем, цены свои меняют. Поэтому ряд и уже политических сил нацелены на то, чтобы контролировать вот это движение цен. Я думаю, что соответствующие реакции мы будем видеть и от структур, таких как ФАС. Но мы с вами понимаем, что на этом фоне уже прозвучало, что газ вот здесь будет дорожать с июля. А мы понимаем, что еще пика мы не преодолели. И по разным информациям кто-то прогнозирует пик в мае, кто-то в июне. И мы понимаем, что мы на пике увидим еще и определенное подорожание со стороны естественных монополий на свою продукцию. Вот здесь тоже интересно. Как-то надо, наверное, уж всем вместе нам затягивать поиски-то, да, если говорим об этом? Мы вас очень будем просить, чтобы вы нам провели встречу, может быть, пригласить в том числе ресурсников. С точки зрения жителей, конечно, возможны эти трудности, но ресурсники, наверное, на эти вопросы ответят сами. С точки зрения, что касаемо наших отношений с ресурсниками, вот здесь возможны проблемы, поскольку мы сейчас видим увеличение кассового разрыва и уменьшение общей выручки. Прогноз по поводу выручки, то, что нас ожидает. Прогноз заключается в том, что у нас есть сопутствующие сферы, с которыми мы взаимодействуем. Это обслуживание лифтов, обслуживание домофонов, это ресурсонабжающие организации в части оплаты коммунального ресурса на обслуживание общего имущества. Эти проблемы есть, они будут. Мы сейчас отправили здесь запросы, причем мы не просто говорим о проблемах. Ассоциации, управляющие компанией региона, мы предлагаем реальные шаги, чтобы ресурсники заранее рассмотрели наши предложения. Они могут с ними не согласиться, но предложить свои. С кем-то мы видим абсолютно хорошо выстроенный диалог, с кем-то пока мы ждем ответа. Поэтому вот в этом плане будем работать и очень надеемся на встречу в эфире и это все обсудить. А мне сигнализирует у нас очередной звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я хотел бы предложить такой вариант. Те управляющие компании, которые не справляются с дезинфекцией, они бы могли на информационную доску разместить информацию о том, что сами жители, которые наиболее обеспокоены обработкой в своих подъездах, на спортивных площадках, детских, они бы могли непосредственно принять участие. Это те управляющие компании, которые не в состоянии справиться, что у них увольняются люди или не хватает людей и так далее. И я уверен, что люди бы среагировали. Да, спасибо. Это первое. И можно второй момент? Очень важный момент затронули, да? Очень важный момент. Пожалуйста, говорите. Компания – это коммерческая организация, да? Да, да. И я точно знаю, что у них огромные запасы, и учредители этих компаний – это же наша администрация, да, и наши депутаты все. Я думаю, что можно было бы решить, и не нужны им никакие федеральные деньги, дополнительные сборы. Я расскажу про его. На самом деле. Вы же это прекрасно понимаете. А какие компании вы имеете в виду? Что-то я не очень... Управляющие компании я говорю, это ГУК и УК. Я не говорю про ТСЖ и ЖСК. Смотрите, что касается ГУКов. Так что более-менее адекватно. По-другому не сказать. То есть, в этих компаниях денег нет. Они сидят с миллионными картотеками от Атомэнергосбыта, Тверской генерации, Водоканала и всех остальных. Потому что мы вот члены ассоциации, которую Денис Николаевич возглавляет. Мы как-то боремся со всеми возникающими проблемами. Какие-то управляющие компании. А ГУКи им учредитель сказал на пике, вернее, не на пике, на дату их создания согласиться со всем и платить всем. И брать на себя все обязательства. Поэтому то, что у ГУКов не денег, это вообще очевидно. Опять же, вот прозвучала фраза относительно того, что я знаю, у управляющих компаний есть деньги. Кто говорит, что я знаю, у управляющих компаний есть деньги, не знает вообще статью затрат ежемесячных, на что мы тратим. То есть, мы ежемесячно отдаем на обслуживание лифтов, на обслуживание домофонов, на зарплату. Какие-то работы текущего ремонта мы выполняем. Налоги. Налоги, да. Опять же, не забываем мы, что 15-го числа каждого месяца мы все это должны отдать. И копить мы не собираемся, как сказал президент, в рамках той отсрочки, которую нам предлагают. Кстати говоря, мы не имеем права сейчас копить. И не имеем, опять же, права. Потому что мы не попали в список тех видов экономической деятельности, которые могут это делать. Опять же, вот немаловажно, сейчас на фоне увеличенных затрат по дезинфекции, нам необходимо будет готовить дома к зиме. Это вообще самое важное, что нам необходимо выполнять. А это никто не снимал. Надо имам ответственность подготовка, когда пикили все зимы. И опять же, мы прекрасно знаем, что если мы не подготовим дома к зиме, следующую зиму у нас будут штрафы за нарушение лицензионных требований, которые составляют сотни тысяч рублей. Поэтому, опять же, немаловажно государству все-таки поддержать управляющей компанией, либо, в плане, как говорил Ольга Леонидовна, может быть, на базе центра дезинфекции Роспотребнадзора разработать какие-то льготные тарифы на дезинфекцию, либо предоставлять те же самые средства дезинфекции. Мы не говорим бесплатно, отдайте по себе стоимости, да и все. Не будем просто зарабатывать на этой ситуации. Нужно действительно выработать комплекс мер, которые бы сегодня действительно люди ощутили, чтобы люди понимали, что какой-то набор продуктов они могут купить, управляющие команды. То есть, не наращивалась вот эта маржа на взаимоотношениях. Или, как это говорят иногда, кому война, кому мать родна. И мы это видим с вами на примере подорожания масок медицинских, которые просто уже куда-то зашкально вылетели и приобрести их в аптеках. А где вы их вообще приобретаете, эти маски? Практически нет. Сейчас только данные в интернете продают. Вот что-то продают, такие продают, такие продают, такие. А цена их уже там в сотни раз выше, чем они стоят в магазине. Нам ежедневно с каждой управляющей компанией по 20-30 человек, уборщиков и дворников, нужно вывести на работу в этих масках, в перчатках и со средствами дезинфекции. Вот здесь существует огромная проблема. Вчера был запрос от органов местного самоуправления, как мы обеспечены, средствами индивидуальной защиты. Вчера мы тоже готовили. Насколько знаю, многие ответили, а мы не обеспечены ими. Мы не знаем, где их приобрести на сегодняшний момент. Вот вчера защитные костюмы видели, в Велеруа Мерли, они в Петровиче там продаются, по цене в 5 раз выше, чем она была до того, что случилось. Да, то есть это вопрос опять к тому, что у нас... Что сообща вместе, в том числе и регулятор цен и контролирующая организация. Я немножко о другом. Так. У нас вся эта ситуация, я разговаривала с доктором-инфекционистом, я-то забыла, ну где-то, наверное, с декабря. Он говорит, с октября, с октября прошлого года пошла раскручиваться, значит, ситуация с инфекцией. Она уже в этом году у нас была здесь, на территории Российской Федерации. И сейчас вот этот вопрос, уже сколько мы с вами сидим на самоизоляции, уже третья неделя пошла или как? Я уже даже забыла, когда я туда ушла. Так речь как раз о том, посмотрите, им приходится не то, что исполнять вот эти повышенные обязательства, им приходится еще искать, где это взять, по какой цене. Опять же, вот есть, вот еще раз обращаюсь, подумайте, пожалуйста, потому что, наверное, все это еще продлится какое-то время. Государственное унитарное предприятие. Ну можно где-то централизованно сделать, чтобы они хоть в одно место приходили, действительно приобретали там. Ведь они же все, Леруа, там Лента, где у нас есть эти торговые точки, везде. В лобусе, в прикасовой зоне стали перчатки продавать. Одну коробку в руки, побежали. Ну так это же стоит денег. Ольга Леонидовна, МУПЖЕК обрабатывают улицы, но, наверное, стоит спросить у МУПЖЕКа, где взяли столько дезинфицирующих средств. Только я слышал, Тверь-Водоканал проводил обработку. Тверь-Водоканал где-то же взяли, или сами готовят. Ну, может быть, нам организовать. Может быть, имеет смысл этот процесс осуществлять централизованно. Это к разговору, вместе. Нельзя сейчас в этой сфере никого разделять. Ни власть, ни муниципальные предприятия, ни частные управляющие компании нельзя. Все вместе. А у нас еще один звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, день добрый. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Да, вот как раз хотелось бы по поводу дезинфекции подъездов высказаться. У нас наша управляющая компания, да, это вот Пахромова, 25. В принципе, одни из первых, я так понял, обратились к какой-то организации службы дезинфекции. И приехали ребята, в принципе, обработали подъезды очень качественно. Так, значит, деньги-то все-таки нашлись у кого-то, да, на обработку подъезда? Ну вот смотрите, что касается обработки подъездов, такие предложения, они поступают ежедневно. У вас Хромова, 25, это девятиэтажный дом, если меня память не изменяет. Соответственно, стоимость обработки одного подъезда девятиэтажного дома, это полторы тысячи рублей. Мы, если говорим про ежедневную дезинфекцию, простыми арифметическими действиями можно посчитать, сколько это встанет в месяц. Полторы тысячи рублей один подъезд. Хромова, 25, я знаю, кто там управляющая организация, у этой управляющей организации один-единственный дом. И дом этот один-единственный, площадью 30 квадратных метров. 30 тысяч. 30 тысяч квадратных метров. Ну, важно, что положительные примеры нам надо. Положительные примеры, если действительно ориентироваться, тем более, если один дом, им, наверное, сложнее. Один раз по их, возникает вопрос, что у этих компаний есть средства, средства защиты, дезинфицирующие средства. Почему такая сложность их приобрести в обычной управляющей компании? Ну, вот очень важно сегодня, чтобы действительно вот эти механизмы обеспечения информационного, методического, материально-технического, они все-таки были как-то централизованы, да, насколько я понимаю. Потому что это большое количество людей, заинтересованных в успешном, благополучном решении поставленных задач. В частности, по дезинфекции многоквартирных домов, в которых, еще раз повторюсь, проживает львиная доля населения нашей страны. И сейчас, опять же, гражданам нужно обязательно обратиться в части того, что если самоизоляция, то есть, ну, от, как мы говорим, из каждого утюга сегодня про это дело говорят, по необходимости выходить, да, но тем не менее. Значит, опять же, что касается вопроса обработки детских и спортивных площадок. Это хорошо, где они есть, хоп, закрыли на ключике, как бы не это, да? У вас такие ситуации совершенно в большинстве другие. Когда вы по рекомендации обносите сигнальные ленты, что делают у нас жители? Жители туда, где не можно, туда нужно, да, получается? Это значит, что надо большинство добросовестных жителей, которые не обрывают эти ленты и соблюдают режим самоизоляции. Хорошо, это так, Денис Николаевич, вам повезло с вашими жителями. Я еще говорю о другом, чтобы они тоже все-таки к этому вопросу с пониманием обращались. Я, например, видела на одном из интернет-ресурсов, когда, значит, пошла информация, что вот обрабатываем, значит, детские площадки, все. Хорошая была фотография, что обнесена сигнальной лентой, прямо повесили табличку, какая управляющая компания, пожалуйста, значит, с пониманием обращайтесь и все. Ну, обращение было к жителям нормальным, но тогда уже в части контроля за исполнением управляющими организациями этих функций, значит, муниципалитет точно так же должен и со своими функциями на это обращать внимание. И если там где-то сорвали, значит, в силу каких-то этих жителей, там, дети и так далее, и так далее, обнесите опять. И вы тоже сделайте это, пожалуйста. Мы же это делаем сообща. А то у нас фотофиксацию отправили и сидим. Мы, как правило, опять же делаем как? Администрация дала нам рекомендации обмотать эти детские площадки лентами. Есть детские площадки, которые расположены на городских территориях, не на придомовых. А я сейчас про них имею. Администрация просила управляющей организации их обмотать тоже. Мы их обмотали и все потом про них забыли. Вот, к сожалению, так. Я опять же обращаю внимание на то, что никто не отказывается ни дезинфицировать, ни что-то обмотать, то, что находится вообще не на нашей территории. Никто не отказывается это делать, потому что все понимают серьезность этой ситуации. Мы надеемся и к нам. Осознание, наверное, все-таки к нам все больше и больше приходит. Действительно, это не страшилки какие-то, как мы с вами понимаем. Это такой страшный вирус, который еще до конца себя и не открыл в полной красе. И какие сюрпризы он нам еще готовит, мы не знаем. Ну, а через несколько минут мы вернемся в студию, а сейчас короткая рекламная пауза. Итак, друзья, время нашей программы стремительно близится к концу. В заключении все-таки хотелось бы по несколько слов дать всем нашим участникам. Мы видим, что тема программы действительно волнует и беспокоит очень многих. Ситуация действительно чрезвычайно серьезная, друзья. И мы не на слове, а на деле должны объединиться в борьбе с этим общим страшным злом. Ну и в завершение, Денис Николаевич, пожалуйста. Я хочу обратиться к нашим жителям, к его величеству, собственнику. Я хочу, чтобы вы знали, что управляющие компании и управляющие организации региона с вами в это тяжелое время. Мы стараемся качественно, в полном объеме проводить работы по обслуживанию многоквартирных домов. Мы работаем, мы все исполняем, будем продолжать это делать и дальше. Мы и надеемся, что вы поддерживаете, как Сергей Николаевич сказал, там вот этот современный тренд, сидите дома. По возможности нужно находиться дома. И обращаясь к органам власти, как я уже говорил, мы уверены, что вы все нас слышите. Очень хотим, чтобы вы нас расслышали. Спасибо. Так, Игорь Михайлович, коротко. Я коротко, наверное, хотел бы добавить только то, чтобы у нас собственники, проживающие в многоквартирных домах, такие же, как и мы, не обращали внимания на всякую ерунду в интернете. Поддержи петицию не платить за ЖКХ и так далее. Пусть собственники помещения обращают внимание на то, что пока они дома, мы работаем и обслуживаем их дома. Ольга Леонидовна, ваш аккорд. Спасибо. Я хочу сказать, действительно, жители с пониманием, пожалуйста, это все наше с вами общее. Нужно вместе, вот в этом плане, даже работать, опять же, помогая управляющим компаниям, сидите дома. А если вдруг вы выходите куда-то по необходимости, не забудьте, пожалуйста, одеть средства защиты. Я сегодня в красный цвет, потому что, наверное, мне сегодня можно. Спасибо. Итак, дорогие друзья, действительно, в рамках одной программы мы не можем найти ответы на все волнующие вопросы. И нами услышан вот тот призыв, который высказал нам как раз Денис Николаевич, пригласить наших уважаемых ресурсников, представителей естественных монополий. Мы готовы на это пойти, как средство массовой информации, для того, чтобы держать в курсе событий вот ту зрительскую аудиторию, которая сегодня, ну, вынужденно прикована и находится дома. Друзья, действительно, оставайтесь дома. Мы работаем сегодня для того, чтобы вы оставались дома. И мы будем стараться держать вас в курсе всех происходящих событий. Но не просто держать в курсе, а в меру своих сил и возможностей искать и находить пути решения тех проблем, которые обозначаете нам вы, дорогие друзья. Это была программа «Тема дня». Оставайтесь, пожалуйста, дома. Мы работаем для вас. Оставайтесь, пожалуйста.